Добрый вечер! Как всегда, в это время объектив позиция в студии Юрий Борисович. У нас сегодня в гостях Александр Стародубцев, директор департамента госзакупок Министерства экономического развития и торговли, и Александр Чумак, президент Ассоциации частных работодателей. Пока мы с вами, господа, о системе Прозора, которая с успехом вроде бы работает в Украине у нас. Давайте начнем с того, что же, собственно говоря, представляет собой система Прозора, ее преимущество, какое отношение она имеет к электронным торгам за государственные средства. Добрый день. Это как раз система торгов за государственные средства. Все, что происходит в сфере государственных закупок, или так называемых публичных закупок, это у нас происходит в системе Прозора. На самом деле проблема же в том, что когда расходуются государственные средства, это не всегда происходит прозрачно и не всегда происходит конкурентно. Потому что когда это все на бумаге делается, достаточно сложно правильно выписать эту документацию, потом достаточно сложно ее разместить, потом надо заклеивать какие-то конверты, отправлять свои предложения. В общем, процесс не всегда простой, не всегда прозрачный. Когда это все в онлайне, понятно, что заказчикам просто объявить тендер, поставщикам просто свое тендерное предложение подать. То есть система на порядок упрощается, а главное, что мы теперь все видим. Кто покупает, что покупает, кто приходил, что предлагал, все можно посмотреть в системе Прозора. Как раньше такая пословица, что написано пером, не вырубая топором, но теперь уже, знаете, то, что на бумаге, это уже неэффективно. Александр, вопрос к вам. То есть система госзакупок, конечно же, но госучреждения закупают у различных собственников, в том числе и у предпринимателей. Насколько упростилась работа для бизнеса при внедрении в систему Прозора? Ну, первое, мы перед семинаром сделали опрос, сколько же из тех, кто придет, уже пользовались системой Прозора. Оказалось, что там немного, где-то процентов 25. Причем, если брать позитивных примеров, то их еще меньше, около 8%. Первое, это бизнес боится что-то начинать новое. То есть на это нужно потратить свое время, провести какие-то процедуры для того, чтобы зарегистрироваться элементарно на площадках. И это как бы останавливает бизнес. И второй момент, очень много было ответов, это неверие в то, что на этой площадке можно честно участвовать в торгах, выиграть и заключить контракт. Поэтому наша главная задача, то, что мы сегодня провели этот семинар, это показать бизнесу, что эта возможность есть. Второе, что не нужно бояться в их участвовать. И третье, это то, что там реально можно выиграть, но нужно понимать, что если вдруг происходит случай, как сегодня говорилось, отмена и так далее, как правильно отстоять свои права. То есть если ты видишь, что государственный орган пытается, ну, как говорится, съехать, то не нужно опускать руки, нужно отставить свое право и доказать правоту, что ты действительно победил, и ты имеешь право заключить договор и заработать на этом. Потому что окончательная цель все-таки бизнеса, это не просто продать товары и услугу, а заработать, получить прибыль, естественно, платить налоги, а дальше создать рабочую. Система Прозора, стереотипы понемножку разбивает, что участие в гостендерах, это всегда только лишь, ну, нужно дать на лапу кому-то, нужно заплатить эти коррупционные риски. Ну, безусловно, да. Смотрите, общая логика системы, да, есть центральная база, которой владеет и оперирует государство, и есть площадки, которые, как правило, частные, которые работают с клиентами, заказчиками, поставщиками. Таким образом обеспечивается сервис, конкуренция, там, и так далее. Очень похоже на то, как работает банковская система. Да, вот представьте себе, что банков нет. Есть только один нацбанк, который принимает депозиты, выдает кредиты, обслуживает карточки, выдает гарантии, еще что-то. Вот это был бы сервис, да. Ну, страшно себе даже представить. Я помню те времена, когда я ходил в сберкассу, стоял два часа в очереди, чтобы заплатить за коррупцию. Было время. Для того, чтобы... Сейчас есть банки, и, безусловно, бизнес, который традиционно не верит государству, это, наверное, нормально в нашей ситуации. Это основа нашей демократии, что у нас бизнес не верит государству. При запросе от государства, приходите к нам, у нас теперь все прозрачно, у нас все поменялось. Ну, наверное, не поверят. Но если есть вот эти площадки, которые говорят, мы работаем с государством, вы работаете с нами, вы работаете с нами, вы подаете документы нам, мы вас обслуживаем, мы вас поддерживаем, мы вас не бросим. Вот это тот правильный шаг, который можно сделать для того, чтобы это доверие возобновить. Потому что, на самом деле, все же упирается в недоверие. Уровень доверия к власти... Он традиционно низкий, и таким образом мы вот эту вот проблему через площадки изящно решаем. Теперь у бизнеса, по большому счету, меньше повода говорить, что, знаете, все плохо, мы ничего делать не можем. Инвестиционный климат плохой, власть плохая, ничего не происходит. В любом случае сейчас есть инструмент, которого не было. И инструмент тоже, который был разработан не в кабинетах государства, да, разработан... Мы это придумали как волонтеры, мы это сделали как волонтеры, мы это передали государству, а потом мы стали государством для того, чтобы сделать уже... То есть мы пришли во власть для того, чтобы сделать это и распространить на всю страну. Я называю такие огромные суммы, которые удалось сэкономить благодаря системе Прозора, там 16 миллиардов, насколько это соответствует действительности. Да, 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 там все, смотрите, bi.prosora.org. Теперь не надо спрашивать у нас, чиновников или еще у кого-то, сколько было торгов, кто приходил, сколько сэкономили, все видно. bi.prosora.org. Я очень советую всем телезрителям зайти и попробовать поискать вокруг себя, да, вот школа, мой ребенок ходит в школу. Найти эту школу или управление образования, под которой находится эта школа, там, управление образования, не знаю, Дзержинского района, да, и на что тратит? Что закупает управление образования Дзержинского района? Может быть, оно закупает окна, а вот у нас как раз на родительском собрании недавно собирали деньги на окна. То есть контроль общественности допускается здесь прямой по большому счету? Второй месседж от меня. В системе нету какого-то мужика с молотком, который вылазит из дисковода и бьет всех плохих. Это инструмент. Теперь все прозрачно, все видно. Но после получения этой информации ее нужно брать и с ней работать. Бизнесу нужно подавать предложения и участвовать в торгах. И в конкуренции побеждать. А главное контролировать то, что происходит в закупках. Мы верим, что лучший контролер это конкурент. Бизнес друг за другом просмотрит гораздо лучше, чем мы назначим чиновника, контролера за чиновником, внутреннюю инспекцию контролера за чиновником и так далее. То есть эта система намного более открытая, намного более здоровая. Активность по регионам, Александр, вы отслеживали? Как Харьковская область в данном случае? Насколько бизнес доверяет новой системе по сравнению с другими областями страны? У нас есть случаи, если брать ассоциацию людей, которые участвовали в торгах. Есть случаи, когда человек участвовал, но не заключил контракт, при этом победил. Есть участник, который, например, два раза всего участвовал в торгах и один раз выиграл, причем чисто случайно. Он попробовал, и он выиграл второй тендер и заключил договор, абсолютно нормально поставлял запчасти. Бизнес уже интересуется этой возможностью и начинает потихоньку туда заходить. Наша задача помочь бизнесу сделать это быстрее. Почему? Потому что мы прекрасно понимаем, главный бич Харьковской области – это потеря части клиентов, которые были в России. И компенсировать их можно за счет либо выхода на рынки ЕС, либо более активной работы на внутреннем рынке. Прозоро есть тем внутренним рынком и, самое важное, огромным рынком, которым можно заработать. Потому что вот сегодня приводились цифры, Харьковская область – это 23 миллиарда гривен публичных закупок, которых может участвовать бизнес. Кто-то туда поставляет. Кто-то туда поставляет. Смотрите, я, если можно, буквально секунду дополню. Есть же старый анекдот о том, как двух сейлс-менеджеров отправили в Африку продавать галоши. И от одного пришел месседж о том, что кошмар, ничего не будет, здесь никто не носит галоши, здесь все ходят босиком. А от второго пришел совершенно обратный месседж, да, супер-возможности, стопроцентный подъем, здесь никто не носит галоши. Разные интерпретации, разное восприятие и разные подходы. То есть вопрос того, что на сегодня Прозоро и рынок государственных закупок – это наибольший рынок в стране. 300 миллиардов ежегодно покупают наши органы власти и государственные компании через тендера, через процедуру государственных закупок. И это колоссальная возможность для бизнеса прийти, предложить, продать, поторговаться, побороться, победить. — Участвовать в этом только резиденты Украины? — Нет, нет, нет. — Все, абсолютно, абсолютно все. — Смотрите, система открыта полностью, на самом деле, не будем скрывать, что проще, конечно, поучаствовать, точно так же, как украинцам проще читать тендерную документацию на украинском языке и участвовать в украинских торгах. Точно так же нам довольно сложно участвовать в иностранных торгах, когда нужно читать тендерную документацию по-английски, особенно если это еще не оригинальный язык, подавать свои предложения. Не у всех электронные системы в мире, много еще бумаги, мы здесь внезапно оказались немножко впереди планеты всей, может быть, потому что с нуля строили. Поэтому система открыта для всех, но, конечно, прямое участие нерезидентов у нас, по-моему, что-то типа 0,4%. — Ну, только начало. Насчет того, что впереди планеты всей. Есть ли аналог системы Прозора в Европе и в мире в целом? Ну, такой на 90% аналог. — Нет. В мире есть либо моноплатформенные системы, это вот как, например, в Грузии, да, эта система стала прообразом системы Прозора. Здесь то, что я говорю, один национальный банк, он принимает депозиты, выдает кредиты, то есть одна платформа, туда все идут, и поставщики, и заказчики, и мониторинг, и все. Все происходит в этой одной системе. Есть мультиплатформенные системы, там это Португалия, это UK, это Канада, Америка. Там получается, что тендер объявляется на площадке и происходит на площадке. А у нас ситуация другая. Тендер объявляется на площадке, но сразу эта информация попадает в центральную базу данных, и через центральную базу данных все клиенты, всех остальных площадок видят эту информацию и могут участвовать в тендерах через свою площадку. Точно так же, как вы приходите, не знаю, в банк Приват, и можете отправить платеж не только в рамках банка Приват, вы можете отправить платеж в банк АВА. И наоборот, вот то же самое в Прозоро. — Но инновационно здесь, конечно, на первом месте стоит. — Знаете, мы просто, нельзя сказать, что мы специально ставили задачу придумать какую-то лучшую в мире систему, просто мы посмотрели, почему для нас не очень хорошо работает чисто мультиплатформенная система, чисто моноплатформенная система, изобрели что-то свое, запустили, оно пошло, мы всегда экспериментировали. То есть система же работала в пилотном режиме не для всей страны, а только для допороговых торгов и по желанию больше года. То есть мы уже, когда внедряли систему в обязательном порядке, у нас был хороший практический опыт, что работает, что не работает, что учесть, что поменять и куда развивать все это дальше. На самом деле, вот, наверное, хороший пример успешной реформы, мы же стали там лучшей реформой 2015 года, мы стали там модельным кейсом для EBRD при переходе на E-procurement. Вот, потому что система абсолютно, реформа делалась снизу вверх, и реформа пилотировалась. Мы не делали, знаете, какой-то большой концепт, который нужно везде согласовать, там, с планом Кабмина, еще с кем-то. Потом начинаешь выполнять, и на первом шаге ты понимаешь, что половина людей уволилась, на втором шаге ты понимаешь, что у тебя половина, это самое, там, обстоятельств поменялось, и ты пересогласовываешь. Поэтому реформы идут. Система Прозор, она уникальна, внедрение ее, она уникальна в том плане, что действительно препятствий особых, наверное, внедрения на территории всей страны не было, со стороны чиновников. Либо же все-таки система противила, система та старая. Знаете, нас поначалу, нас всерьез никто не воспринимал. Я очень хорошо помню, мы когда только открывались, одним из первых заказчиков, у нас было Министерство обороны, еще Юра Гусев был заместителем министра, и он рассказывал, что все вот эти ребята, департаменты закупок, которые там в Минобороны сидели очень давно, они всем поставщикам говорили, не обращайте внимания, это молодежь какая-то, компьютерная игра, вы, главное, не обращайте внимания. И мы тоже говорили, ты не обращайте на нас внимания. Когда уже приняли законы, система стала обязательной, вот тогда уже, когда все обратили внимание, стало понятно, что все, теперь у нас все будет в электронную. Врагов стало больше, вы же с насеченных мест, накормленных мест людей убрали. Знаете, я не могу сказать, что у нас есть какие-то прямые враги, то есть, безусловно, мы достаточно большому количеству людей помешали. Но вот этого, очень много было, знаете, такой средней бытовой мелкой коррупции, которая была где-то внизу, которая, ну, условно, какой-то маленький чиновник там со своим братом или кумом, да что-то договорились, у него там покупают дороже все. Вот он же сам за себя, да, его руководство его там вряд ли поддерживает, он наоборот создает риски там для своих руководителей и боссов. Поэтому мы опираясь там и пробираясь так между капельками, опираясь на разные позиции, мы построили довольно широкую коалицию, которой сложно противостоять. У нас есть бизнес с нашими площадками и бизнесом, который участвует в закупках, да, и мы приглашаем весь новый бизнес, приходите. У нас есть сильное гражданское общество и у нас есть власти. Вот этот вот так называемый золотой треугольник партнерства, он очень хорошо работает и очень хорошо друг друга балансирует. Поэтому какой бы враг ни появился, есть правильный стейкхолдер для того, чтобы с ним работать. Александр, вот мы только что говорили о том, что... Вот два Александра, обращаясь к господину Чумаку. О том, что система Прозора дает доступ к огромному рынку, да. Быть можем, надеемся, нас сейчас смотрят предприниматели. Насколько сложно зарегистрироваться, пройти все этапы аукциона? Либо это все-таки, ну там, 3-4 клика, и ты уже участник того или иного аукциона. Ну, я год назад сам зарегистрировался на Прозора, я получаю сейчас рассылку, выбрал там позиции, которые мне интересны. Ну, в рамках того бизнеса, который у меня был, я сейчас как бы активно бизнесом не занимаюсь. Но у меня постоянно приходит рассылка, это закупки пром.юэй, по-моему, площадка, да. И я могу участвовать, причем там ничего сложного нету в участии. Единственное, что нужно подготовить пакет документов, который там необходим для участия в торгах. По-моему, один раз он готовится, да, постоянно есть под рукой. И его потом, ну, практически нужно обновлять периодически, если что-то поменялось. Но, в принципе, там ничего сложного нет. Но это нужно сделать один раз. Зарегистрироваться и подготовить пакет документов, который у вас будет на случай участия в торгах. Система построена так, что проверяют ли тех, кто регистрируется, проверяют ли предприниматели, которые являются предпринимателем, либо это фикция и контора рога и копыта. Это обязанность площадок. Мы авторизируем площадки, как государственное предприятие Прозора, а площадки уже авторизируют пользователи. Если будут какие-то контрафактные пользователи, это ответственность площадок, причем довольно большая, вплоть до лишения авторизации. Тут надо понимать, что технически поучаствовать в Прозоро довольно просто. Подать документацию, поучаствовать в торгах. Сама техническая часть несложная. Обычное, как правило, веб-браузер решение. Вопрос в том, что действительно есть определенная бюрократия, это специфика государственных торгов, потому что очень детально все прописывается. Наверное, в среднем более детально, чем просто в обычном бизнес-то-бизнес сегменте. Это как сложно, потому что немножко внимательнее и больше нужно читать предпринимателей, чтобы понять все условия, так и хорошо, потому что не может государственный заказчик просто отклонить поставщика, потому что ты мне не нравишься. Он должен четко сказать, чему ты не соответствуешь. А вот этот перечень соответствий, он достаточно четко выписан. Поэтому, с одной стороны, наверное, немножко сложнее для того, чтобы разобраться, но зато ваши права гораздо больше защищены с точки зрения нормативного регулирования, с точки зрения разного другого регулирования. Потому что вас просто не могут выкинуть, как это может быть вполне в B2B торгах. Вы пришли в большую компанию продавать что-то, большая компания посмотрела и сказала, извините, нам не понравился цвет ваших глаз. Да, мы не нуждаемся больше ваших услуг. Вот государственный заказчик не может так делать. Вы сказали, как снулись нормативная база. Хватает ли законов того законодательного уровня для функционированного системы Прозора? Либо это также все идет в процессе совершенствования? Подготавливаются ли новые законопроекты? Для того, чтобы она стала более... Смотрите, сейчас действует один базовый закон про публичные закупки, к которому есть там несколько особенностей. Вот там особенности обороны идут по отдельной процедуре, потому что им там надо быстрее. Этот закон, он базовый, он описывает основные вещи. Все остальное регулируется в подзаконке, и это правильно, решениями, постановами кабинета министров и приказами Министерства экономики. Потому что это более оперативные вещи. Вот мы сейчас, понятное дело, что система развивается, система растет, мы видим уже, какие там баги в системе появились, и что можно было бы нормативно в том числе урегулировать. Но, конечно, у нас нормативка готовится довольно долго. Это правда, там действительно сложная процедура. Мы сейчас уже три с половиной месяца готовим законопроект, который вот еще даже на Кабмин не вышел. А он после Кабмина должен попасть в Раду, там первое чтение, второе чтение. В общем, это все приключения там. Да, цепочка, цепочка. Ну, тут нужно понять очень четко, что реформы — это не быстро. Нужно просто… Ну, вот наш рецепт в Прозоро, да, это темп намного важнее, чем профессионализм, извините. Да, то есть лучше что-то делать и двигаться вперед, и совершенствоваться, и постоянно собирать обратную связь, чем взять 50 лучших экспертов, которые за три года напишут какую-то гениальную концепцию. И никто внедрять не будет. Гольно в выдумке хитра. Какие способы обойти? Они все-таки существуют, наверное, обойти систему Прозора. К обоим гостям. Не знаете такие? Мы пока не участвовали. Смотрите, любую систему можно обойти. То есть, понятно, задача Прозорова… Я имею в виду чистоточка чиновника, да, если он хочет, скажем так, заработать, на чем-то получить откат. Самая больная штука, с которой можно реально бороться, это называется выписывание тендерных условий под конкретного поставщика. Ну, то есть, я хочу купить у Кома, потому что, может быть, даже потому, что я не взяток никаких. Это так, как происходила приватизация у нас на протяжении 20 лет существования Украины. То есть, выписывались определенные условия под каких-то определенных людей. Да, да, да. И только такие-то компании, только украинского происхождения, как это было с Криворушсталем в первый раз, могут во всем этом поучаствовать. Вот такая же логика здесь. Можно, ну, то есть, бывают такие случаи, когда выписывается это все под конкретного поставщика, причем не всегда это то, что мы называем зрада или коррупция. Просто, например, заказчик к нему привык, он не хочет рисковать. И тут задача все-таки заказчику как-то мягенько с нашей стороны метнуть, что, дружище, это же не твой бюджет, это деньги плательщиков налогов. Поэтому тебе может быть неудобно, тебе может быть некомфортно, это может быть немножко больше рисков. Но ты должен расширять круг поставщиков. Поставщики не всегда вменяемые, они тоже учатся, они, ну, что должен делать поставщик, если он видит, что это его позиция, он бы мог такое поставить, и, наверное, мог бы сделать это дешевле и лучше, но вот выписано четко там, у продавца должны быть зеленые глаза. Он может жаловаться, он может жаловаться. И мы призываем всех поставщиков, если вы нашли какую-то несправедливость в тендерной документации, или вас дисквалифицировали несправедливо, жалуйтесь. У нас на сегодня, мы считаем, мало жалоб. Там разные процедуры жалоб для вышепороговых торгов. Одна процедура, для них же другая. Но нужно жаловаться. Если вы не пожалуетесь, в том числе в Фейсбуке, на форумах, поднимая гвалт, на телеканалах, пока вы не привлечете к этому внимание, ну, понятно, что заказчик там будет что-то себе там химичить. На сегодняшний момент не было таких прямых, конкретных обвинений в сторону системы Прозора, что она работает неэффективно и все-таки покрывает определенных там… Мы же говорили о том, что система Прозора помогла убрать коррупцию, низовую коррупцию, да? Ну, коррупция, мы говорим, главная проблема, коррупция выше среднего уровня. Система Прозора помогла высветлить это все. Дальше очень часто работа громады или работа конкурентов, поставщиков, которые могут поставить лучше, бороться. Просто так в жизни ничего не бывает, нужно бороться. И это просто один из главных месседжей – боритесь, жалуйтесь, поднимайте это все на гора. Есть много примеров. То систему Прозора обвиняют, что она, значит, через нее проводит какую-то коррупцию. Так, а если вы не поднимаете гвалт? Заказчик не заинтересован, поставщик не заинтересован, не сговорились. Если вы не подняли гвалт, вы гражданский активист, или вы конкурент этого поставщика, или вы просто неравнодушный человек, так как кто же вместо вас этого сделает? Цитируя Шевченко, боритесь по Борому. Есть такой случай еще, тоже система Прозора связана. Вроде бы выписали, по-моему, в Полтавской области был, все память не изменяет, выписали все правильно, правило все. И получилось, что какая-то служба госэкрана, если я не ошибаюсь, закупила автомобили у страны-агрессора. То есть у России, Нивы, только они подходили по цену только. И вот это как бы влияет на негативный имидж системы. То есть там все телеканалы рассказали о том, что вот они купили такие плохие, даже какие-то были пикеты в Полтаве. Есть много разных таких историй, как МВД свои машины патрульные покупала. Вот. Смотрите, на самом деле Прозора свою функцию выполнила. Мы это все увидели. Вот это главное, вот это нужно понимать. Главная функция Прозора, это все это показать, сделать более-менее удобными условия участия, обжалования, мониторинга и всяких нужных действий вокруг экосистемы Прозора. Не задача Прозора ходить с молотком и бить там плохих поставщиков или заказчиков. Вот вопрос, который вы затронули, он на самом деле довольно интересный, потому что их купили эти Нивы, да? То есть их же наверняка покупали не у российской компании. Не, безусловно, дистрибьюторы украинского. Их покупали у украинского поставщика. А очень может быть, что украинский поставщик сказал, что так, а это вообще-то машины сделанные в Украине. Ну просто вот кузова заехали, я колеса прикрутил, да, а колеса сделаны на ЗАЗе. И мы начинаем уходить в вопросном уровне локализации этого всего. То есть это все довольно сложная штука, в ней можно найти правду. Главное делать вот именно то, что делают гражданские активисты, поднимать на горы. Система Прозора свою функцию на данном этапе выполнила, а функция бизнеса в данном, то чтобы, ну мы все прекрасно понимаем, что общая цель сделать экономику украину прозрачной и вывести ее из тени, потому что мы знаем, что те миллиарды, которые там крутятся, это там два-три бюджета, мы с вами не накратно в этой студии об этом говорили. Да, задача бизнеса сейчас участвовать в этих тендерах, зарабатывать и, очень важный момент, опять же говорю, если что-то случилось, вы выиграли, но с вами не заключили контракт, либо отменили сделку, либо еще какие-то причины, вы должны действительно жаловаться. Никто за вас это делать не будет. Мы готовы, например, как бизнес-ассоциация в этом помогать. Бизнесу, тем более сегодня были представители площадок тендерных, которые тоже в этом процессе готовы участвовать, потому что они заинтересованы. И такое объединение, оно может дать результаты. И, во-первых, мы при этом экономим государственные деньги, то есть бизнес видит, куда эти деньги реально идут. Потому что, опять же, на портале можно посмотреть, кто закупил, на каких условиях, какая разница в закупочной цене, и, например, вы поставляете такую же продукцию. Это все можно увидеть и сделать для себя оценку, украдены деньги или нет, куда идут деньги, которые я плачу в виде налогов. Естественно, участвовать в государственных закупках, и есть возможность выиграть и заработать на этом деньги. От себя добавлю, что мы, как журналисты, также заинтересованы в том, чтобы все было прозрачно. И эта площадка существует тоже для того, чтобы говорить о том, что если чиновники допускают факты коррупции и выбрасывают, наверное, систему прозора, не обоснованно отказывая победителям. У нас в гостях был Александр Стародубцев, директор департамента госзакупок Министерства экономического развития и торговли, и Александр Чумак, президент Ассоциации частных работодателей. Я же прощаюсь с вами до следующего эфира. Редактор субтитров А.Семкин